Это юные художники из средней школы номер 40 города Гродно. В культурный центр фестивальный ребята пришли на открытие своей выставки. Учащиеся студии изобразительного искусства «Чудо-кисточка» и «Волшебная палитра» представили работы в экспозиции под названием «Лёгкой кисти взмах». Единой тематики здесь нет. Дети писали полностью всё, что хотели. Кому-то какой-то бабушке, дедушке они дарят, себе домой. Просто для себя они писали. Студия «Чудо-кисточка» в средней школе номер 40 работает уже почти 4 года. В каждой из семи групп сейчас занимаются по 10-12 школьников. С детства нравилось рисовать и решила пойти на рисование. Мама записала и понравилось. Это моя первая выставка, и это очень сильно волнительно. Я волнуюсь и хочу, чтобы моя работа понравилась людям, которые будут её просматривать. На выставке можно увидеть и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Некоторые участники представили целые серии своих работ. Я нарисовала как бы 4 картины в одной серии. Я хотела изобразить детей. Это как бы копии картины Валегова. Это было довольно тяжело. Рисовать особенно лица. Вот самая большая работа. Дети, которые были спиной изображены, они были уже не так тяжело. Изобразить их было не так тяжело. А обычно занятия у меня два раза в неделю, по часа два. И вот в неделю по 4 часа я их рисовала. Самую большую работу я рисовала где-то 2 месяца. Поменьше я рисовала где-то месяц. В студии «Волшебная палитра» занимаются ребята помладше. В этом объединении по интересам в трёх группах примерно 40 человек. На выставке представили свои работы даже первоклассники. Конкуренции между двумя студиями, работающими в одном учреждении, нет. Иногда у юных художников проходят даже совместные занятия. У нас творческий такой процесс. Ребята и общаются, и вот говорю, проводим какие-то чаепития, делимся опытом друг с другом. Вот конкуренции никакой нет. У нас всё так обоюдно. Помогаем, если надо, друг дружке. Кроме детских работ, представлены на выставке также работы педагогов. В культурном центре фестивальной увидеть их можно до 28 апреля.